Всех еще раз приветствую. Мы сейчас с Морал находимся в городе Козлорда. Привет, Инстаграм. Вчера мы провели классную презентацию в городе Козлорда. Достаточно много людей было. Очень жарко, очень интересно, активно все прошло. Все супер. Козлорда у нас встретила с теплой погодой, солнечно, классно, даже теплее, чем в городе Астана было. Супер, отлично. И теперь хочу рассказать, почему у нас не получилось улететь вчера. Вы знаете, например, здесь хочу небольшим лайфхаком поделиться. Сегодня у нас немножко внепланово. Опять же, про принятие. Про принятие. Так, Розахан пишет в чате, не открывается. В смысле не открывается? Как не открывается? Вот люди сидят, Розахан, люди сидят в этом, в Инстаграме, в Телеграме. И что получается? Вчера мы, получается, провели презентацию, прилетели. И, честно говоря, в Козлорду с Астаны прямым рейсом билеты найти, оказывается, не так просто. Но мы за неделю вперед купили, повезло. С моралом мы выкупили билеты туда-обратно. Потому что зачастую, оказывается, многие рейсы с пересадкой через Алма-Ату. Но нам повезло, мы купили. Но обратный билет почему-то, рейс, три раза, по-моему, переложили, перенесли. В итоге на 9.30, по-моему, а 9.10 по Козлординскому времени мы должны были вылетать. И мы что сделали? Мы пришли вовремя, нас Козлординские лидеры прям встретились с аэропорта, с цветами. Супер, все было классно. Покушали, и мы выехали, приехали вовремя в аэропорт. Но по аэропорту почему-то нас не посадили в самолет. И знаете, в чем проблема? Проблема в том, что авиалиния направила маленький самолет, и количество людей просто не вместилось в самолет. И нам просто места не хватило в самолете с маралкой. А у нас были планы, все дела. Здесь, конечно, опять же говорю, большое преимущество людей в сетевом бизнесе, которые, да, такие вещи принимают легко и просто. То есть, ну, значит, так надо быть, да, так должно быть. Легко это приняли, приняли это с позитивом. Вы видели бы Армана нашего. Арман прям радовался чуть ли. Вот, мы хотели, там, мы знали, что у вас там график плотный, третье, десятое. Да, так получилось, что мы остались еще на один день. То есть, также благодарю авиалинию Казах-Р, да. То есть, можно было бы здесь, конечно, какие-то негативные вещи сказать, но мы же знаете, мы не такие. Авиалиния Казах-Р нам предоставили гостиничные номера, нам предоставили трансфер, там, завтрак, обед. Вот, все предоставили, мы за это и благодарим. И мы знаем, что во всем этом есть благо, да. То есть, и, наверное, скорее всего, козлординским лидерам, партнерам, вообще в региону в целом, может быть, не хватило той информации, да, той энергии. Из-за этого Всевышний решил все-таки нас оставить. И это был, наверное, такой запрос лидеров козлорды. И мы остались. Вот, остались. Сегодня вот пришли мы позавтракать, будут встречи. И после обеда у нас в 3 часа в Козлорде будет проходить презентация вовсе. Я вот объявление в чатах написал. Обязательно приходите. Так, я извиняюсь, у меня тут, оказывается, экстренно батарейка садится. Сейчас, минуточку, включу. А то я с утра уже работал. Батарея садится, включу. Вы же знаете, у меня все с собой всегда. Вот. И что произошло, да, то есть. И там мы не только одни были, да. Не только мы одни остались, да. То есть там где-то человек 5 или 6 было, по-моему, если не ошибаюсь. Которым не хватило места в самолете. Хотя билет есть, да, все как положено. Но, значит, так надо быть. То есть я к тому, что, да, вот те люди, которые, да, особенно в сетевом бизнесе, да, те люди, которые прокачаны, да, те люди, которые в принятии, те люди, которые в позитиве, да, эти люди, да, как мы с вами, как вы все, да, такие вещи воспринимают легко, с позитивом, с принятием, да, вот прям действительно без никакого негатива. Мы ни с кем там не спорили. Там были люди, которые спорили, что-то доказывали, ругались там с руководством аэропорта, там с представителем Казахер и так далее. Ну, мы легко это приняли. То есть я к тому, что, уважаемые партнеры, будьте всегда в принятии, да, я не раз про это эфиры проводил. Будьте в принятии. То есть вот это умение принимать не только хорошее и не только которое вы хотите или вы запланировали, или именно ваши цели, да, или ваши хотелки, умейте принимать, да, такого рода даже те вещи, которые вы не планировали, те вещи, которые рушат ваши планы, может быть, да. Почему? Потому что на тот момент вам кажется, как будто это все, хотя в этом, да, Всевышний заложил определенное благо. Мы должны, мы просто должны научиться это все воспринимать с благодарностью, воспринимать с позитивом, во всем увидеть благо, да. Вот только тогда ваша жизнь превратится в одно сплошное удовольствие. Вы будете просто получать кайф от процесса. Вот мы сейчас с Моралкой остались в Казахарде. Вот, Моралка говорит, вот, у меня там то, все, дела, там, сын, еще что-то, да, там, и так далее. У каждого свои, да, есть моменты. У меня тоже были свои моменты, да. Но, как я и говорил, когда мы это воспринимаем легко и просто, да, то есть мы просто полагаемся на Всевышнего, да, то есть мы не пытаемся все держать, да, в своих тисках, все контролировать, во всем видеть что-то плохое, нет. Если вы к таким вещам будете легко относиться, легко принимать, да, и жизнь вам будет такие подарки преподносить, такие удовольствия будете получать. Будьте в принятии, это очень важно, уважаемые партнеры. Да, это всегда нормально, это всегда, вот я вчера хотел бы нашего Армана, да, вот получается один из лидеров Казаларды, да, Армана Утемисова, хотел бы немножко его похвалить, да, в плане того, что вчера у нас на презентации были такие, ну, моменты, когда вот у нас был розыгрыш, вот представьте, вот, да, компания предоставила продукцию для розыгрыша, ну, все вы знаете, да, мы, получается, что сделали, раздали билеты среди новичков, да, у нас продукция на руках, мы хотим раздать, розыгрыш сделать. Мы заранее это все спросили, да, сели, получили билеты, но в итоге так получилось, да, что оказывается, оказывается, по факту, уже когда все закончилось, одна из приглашенных гостей, новичков, оказывается, не взяла билет, хотя мы несколько раз переспросили и в начале, и перед тем, как начинать этот процесс, да, она, оказывается, не взяла билет, и она не сказала, что она новичок, она не сказала, что не получила этот билет, да, в итоге мы разыграли, все довольные, да, очень супер, и это гостья в конце выразило свое недовольствие, да, вот, вы мне билеты не дали, вы своим раздали и так далее, и так далее, да, то есть такие моменты всегда бывают, это нормально, да, но как отреагировал Арман, мне больше понравилась реакция Армана, да, то есть это показывает его уровень, да, принятие, уровень его сознания, подсознания, да, он не стал, да, там, оправдываться, он не стал как-то обвинять этого человека, да, который, как бы, да, по сути, сам, да, не высказал свою позицию, да, и так далее. Мне очень понравился ответ Армана, он сказал, говорит, такие ситуации, такие люди, они нам помогают дальше расти. Я на этом примере увидел моменты, где я должен в следующий раз улучшить эта точка роста для меня, вот, видите, я к чему, то есть вот такие моменты, даже негативные, да, даже где-то неприятные, просто мы должны это все принять, да, не надо оправдывать себя, не надо кого-то обвинять, с кем-то ругаться или еще что-то, да, вы просто это принимаете с благодарностью, принимаете для себя как урок, как опыт, да, и из этого делаете для себя такой ценный урок для дальнейшего вашего развития, для дальнейшего вашего роста, вот, это очень важно. Вчера, вот, на презентации в городе Казарда была очень такая, такая, ну, одна бабушка была, такая очень приятная женщина, прям от нее, прям, вот этой положительной энергии, ее спокойствие, ее, знаете, вот это, как бы сказать, не знаю, как это правильно писать, была от нее такой положительной энергии, прям супер, и эта бабушка просто встала, пусть ближе к завершению встала и дала свое бота, благословение, да, она это так произносла, так, прям, с удовольствием, с искренне, да, там, прям, прям всем от этого стало тепло на душе, мне особенно, например, да, она вот, что морал, что мне, всем гостям, всем партнерам поблагодарила, пожелала удачи, да, и так далее. Она так искренне выразила свою благодарность в части того, что мы приехали, поделились опытом, знанием, да, там, и знаете, что получилось? Вот когда мы начали разыгрывать, она, то есть, получается, не партнер, тоже новичок, и прям, как бы, да, в знак ее благодарности, Всевышний, да, так скажем, первый розыгрыш, первый розыгрыш попал именно на эту бабушку. Не помню, как ее зовут, вот, и она первый человек, который выиграла, да, наш розыгрыш, наш магнилодород. Вот, да, насколько этот человек был искренне, насколько этот человек был в потоке, да, в принятии, от нее, я же говорю, таким спокойствием, такой благодарностью. Казахстан, да, выйти, тана, хорьяк, сегодня, да, то есть, доналг, типа, вот это, как будет доналг на русском, да, вот, что-то я подзабыл, доналг, ну вот, неважно, не суть. То есть, такие моменты, действительно, прям смотришь на людей, прям каждый человек, это такой опыт, это такое знание, это, знаете, действительно, получаешь заряд эмоций, заряд энергии, и все прошло на ура, вот, ни один человек не встал, не ушел, все в благодарность, мы сфотографировались, да, там, лидеры выходили, выражали свою благодарность, все, знаете, вот, на одном дыхании послушали, да, всю презентацию, ну, одним словом, все прошло на ура, и, как я и говорил, да, мне очень понравилась позиция лидеров Казларды, что Армана, что Усен Гульхан, что других лидеров, да, я им выражаю отдельную благодарность, что они прям очень классно нас встретили, провели мероприятие, да, там, презентацию, да, столах сегодня в офисе тоже проведем, и самое главное, да, когда мы не смогли улететь, знаете, больше всех, кто радовался, это больше всех радовался Арман, Арман, да, эта радость была такая, знаете, это не был степ, это не был подкол, да, это была искренная радость за то, что мы еще остались, ну, во всем есть благо, как я и говорил, да, есть во всем какой-то божественный какой-то секрет свой есть, да, и мы вот с морал, получается, сидим сейчас в кафе Кофе Бум, будем завтракать, и так получилось, что я сегодня обещаю в прямом эфире, в телеграм-канале и в инстаграме тоже, сковороды, хотя, как бы, в планах было все, то есть я к тому, что, еще раз, да, резюмируя, у нас уже время завершается, я всегда это не устаю повторять, уважаемые лидеры, уважаемые партнеры, умейте получать удовольствие здесь и сейчас, да, прошедшее, оно прошло, вы никогда его не измените, не надо оборачиваться назад, не надо также зацикливаться на будущем, почему? Потому что будущее, оно еще непонятно, будет оно, наступит оно, не наступит оно, да, то есть мы не знаем, да, мы должны что-то планировать, да, должны строить какие-то определенные планы, но не все подвластно нам, да, что говорит человек предполагает, Всевышний располагает, то есть мы должны быть в принятии и в благодарности Всевышнему за то, что Он ведет нас за руку, вот если мы сегодня, вчера не улетели в Астану, значит Всевышний хочет нам что-то сказать, Он хочет, чтобы мы здесь остались, что-то мы должны еще там, да, там поделиться, может быть, опытом, знанием, еще, может быть, встретиться с кем-то, еще что-то, еще что-то. Здесь стоит, как я и говорил, благо и планы Всевышнего, которые намного выше наших планов. Вот если вы будете вот так в принятии, вы будете получать с каждого процесса, даже, как я и говорил, с разрушенных планов ваших, вы будете получать огромное удовольствие и будете всегда в принятии и в благодарности. Это очень важно, уважаемые партнеры. Будьте в принятии, будьте в благодарности. Вот. Ну, как я и говорил, на этом давайте утреннюю нашу зарядочку, да, немножко мы чуть поздно начали. Давайте пожелаем Гульбану Ханум, это лидер Чимкента, она немножко чуть-чуть по состоянию здоровья немножко приболела сегодня, из-за этого в прямой эфир на утреннюю зарядку она не смогла выйти. Давайте ей пожелаем скорейшего выздоровления, да, и вечером, вы уже, наверное, видели, с утра я уже выслал планы по Алма-Ате, по Астане, да, графики и все такое. На этой неделе, уважаемые партнеры, будут выступать лидеры Чимкента, да, то есть на всех зумах и так далее. И небольшой анонс, да, небольшой анонс. Сегодня я, опять же, да, текст анонса, да, афишу вышлю, но забегая вперед, хочу небольшой анонс делать. Вы все знаете, что 19 ноября этого года в городе Астана пройдет наше второе событие под названием «Время сильных», да? Вот. Опять же, да, хочу пригласить вас всех туда обязательно. Почему? Потому что второе событие пройдет в ином формате, намного масштабнее, грандиознее, это однозначно, да, да, и вас ждет очень приятные сюрпризы. Очень приятные сюрпризы. Приходите, закрывайте уровни и будьте на нашем событии. На этом событии, вы знаете, два еще дополнительных продукта будут запускаться. Это антипаразитарка и препарат, да, против диабета, да. И самое важное, сейчас забегая вперед, еще небольшой анонс сделаю. По настоянию и по просьбе всех лидеров и партнеров, да, компании «Дэнтелайн», у нас по традиции после событий будет «Галоужин». «Галоужин». Но мы туда раньше, да, там, по определенным квалификациям, да, и по определенным промоушенам только делали допуск. В этот раз мы этот формат немножко меняем, уважаем партнеры. То есть на «Галоужин» может попасть любой-любой партнер свыше ранга менеджер, и, как бы, да, если этот человек готов заплатить, да, за ужин, да, ужин, сейчас приблизительно скажу, от 20 тысяч тенге за человека. Вы, заплатив 20 тысяч тенге предварительно, записавшись, да, и что происходит, если вы менеджер и выше, вы можете попасть на «Галоужин» после события. Она пройдет, предварительно забегая, скажу, в ресторане «Астана-Нуро», набережной города Астаны, вот, и места ограничены. Всего 90 человек, если я не ошибаюсь. Детали я сегодня, рассылочку постараюсь сделать обязательно. Вот такая фишечка и вот такой плюс на это событие. Уважаемые партнеры, поторопитесь, подайте заявочку, закиньте ваши 20 тысяч тенге на участие в «Галоужине», будет шикарный ужин, будет встреча, будет встреча с производителями, будет очень интересные беседы, лайфхаки, обязательно будьте с нами и до встречи. Обязательно анонс и рассылочку сделаю. Всем удачи, до встречи, всего хорошего. Спасибо.